Самый полезный выпуск — это основные ошибки — не вести учет. У тебя концы с концами не сойдутся. Нужно создавать резервы. Насколько надо быть глупым — давай вложи, ничего не будешь делать, а доход будешь получать. Ловушки, которые приводят людей к бедности. Друзья мои, это самый полезный выпуск из всех выпусков, которые есть у меня на YouTube-канале, потому что он про ваши деньги, деньги, которые пока ваши, а завтра могут стать уже не ваши, и кто-то использует вас для их блага, а вы останетесь у разбитого корыта, поэтому посмотрите этот выпуск, отправьте его своим друзьям, близким, кому добра желаете, и обязательно сами подпишитесь, поставьте колокольчик. Игорь Владимирович, мы часто слышим фразу «ты не умеешь обращаться с деньгами», но что это значит, не до конца понятно. Вот какие есть основные ошибки у людей в общении с деньгами, которые могут привести к бедности? Существует два вида принципиальных ошибок, которые делают людей бедных. Они делятся на тактические и стратегические. Первая тактическая ошибка — это не вести учет. Ну, у нас у всех есть доходы, зарплата, может быть, какие-то подработки, там еще что-то. И выписать в табличку, в Excel-табличку или просто на листочек или просто записанную книжку, какие у тебя доходы, с какой регулярностью, и иметь представление о том, какие у тебя доходы в месяц, чтобы, не дай бог, превысить в этот месяц расходы. И не сложилась следующая тактическая ошибка. Называется она страшным словом «кассовый разрыв». Ну да, она звучит очень так трагически и драматически. Кассовый разрыв. Ты не записываешь, какие у тебя доходы, ты делаешь какие-то расходы, траты и так далее, и вдруг у тебя концы с концами не сходятся. Ну, типичная ситуация. Я тоже был в такой ситуации, кстати, в юности. Я не думаю, дожил бы я до сегодняшнего времени, если бы не исправил эти ошибки, не научился не подвергать себя этим опасностям. Соответственно, вот эта вторая тактическая ошибка, кассовый разрыв, возникает автоматически, если ты первую тактическую ошибку допускаешь, не ведешь учет. Когда наступает кассовый разрыв, люди начинают питаться, перезанимать, смотри, и ладно бы просто так перезанимать без процентов, а то ведь занимать под проценты. Поэтому я уверен, что сейчас каждый из себя узнал, у кого-то это было, кто-то видел это других людях, и теперь вы можете перекрыть эти потенциальные ошибки, ловушки, которые приводят людей к бедности. Вы сказали, что есть еще стратегические ошибки, о чем говорить? Да, есть стратегические, они более долговременные, и если их допускать, то даже если ты тактически все делаешь верно, это тоже тебя не спасет. Поэтому они и названы таким словом серьезным стратегической ошибкой, приводящей людей к бедности. Первая стратегическая ошибка — это не растить доход. Не важно, какие у тебя расходы сейчас, большие, небольшие, какие-то, неважно даже, ведешь ты учет или не ведешь, неважно, что с тобой происходит сейчас, но если ты не растишь доход на 10 процентов в год минимум, если твой доход не растет, значит вероятность того, что у тебя концы с концами не сойдутся в какой-то период, нарастает. Вторая стратегическая ошибка — не создавать резервы. Насколько надо быть глупым, чтобы не создавать резервы, которые компенсируют тебе какие-то выпадающие доходы, вдруг, ну, понимаешь, тебя уволили там с работы, или что-то случилось, или экстра расходы на медицину, или на что-то, хуже, может быть, все что угодно. Насколько нужно быть глупым, чтобы не создавать резервы? Вот эти тактические две ошибки и две стратегические ошибки, они, ну, фактически это основные ошибки про деньги, которые приводят людей к бедности. Вы сказали про резерв, но вам тут же на это скажут, Игорь Владимирович, это хорошо, когда ты зарабатываешь хотя бы сотни, ты можешь складывать этот резерв, но когда у тебя 30-40 тысяч зарплата, о каком резерве идет речь, тут хотя бы хватило бы дотянуть до следующей зарплаты. Что этим людям вы скажете? При любом уровне доходов, подчеркиваю, при любом можно и нужно создавать резервы. Более того, тот, кто ставит себе стратегическую задачу создания резервов, да, пускай это 10 процентов от доходов, вот минимальный резерв, он его создает. Так устроен мозг человека, что то, к чему человек привык, ему кажется, так будет всегда, но мы моментально можем любое то, к чему мы привыкли, поменять. Просто поставь себе вот цель и 10 процентов откладывай. На самом деле, если кто после этого видео так сделает, напишите мне в комментарии последующих видео, сошлитесь на это видео и скажите, получилось ли у вас 10 процентов откладывать из своих доходов и формировать резерв. Что касается желания людей остаться в том состоянии, в котором они, тоже мне понятно. Ну зачем что-то менять? Сейчас есть вот что-то, мы будем в этом жить, но не хочется, не хочется задницу от стула поднимать. Мне это очень понятно, потому что все люди такие, мы все хотим жить в том состоянии, к которому привыкли, но мы должны просто определиться тогда сразу. Если нам нравится то, как мы живем, то надо оставить все как есть. Если нам не очень нравится то, как мы сейчас живем, то надо что-то другое сделать. Я ей говорю, попробуй сделать что-то другое и посмотри, как изменится твоя жизнь. Вот этот резерв, есть понимание, на что можно тратить, а на что нет? Ну вот, допустим, захотелось жене шубу, можно залезть в резерв? Простят меня пускай женщины, я очень люблю женщин, но резервы предназначены для другого, не для потребления. То есть это случаи, которые непредвиденные, неожидаемые, хотя многие скажут, жена захотела шубу, это тоже непредвиденный расход, ну это достаточно предвиденный расход. Просто возьмите и классифицируйте все, что связано со шмотками, ну такими, еще вот это, еще то, ну как такие товары спонтанного спроса. Конечно, если это, ну знаете, там ботинки, ходить не в чем, и вот ботинки, ну слушайте, погода, зима, а у тебя только тапочки. Ну и то, это не основание, незначительное основание залезать в резерв, ну давай заработать на этом. Все-таки резервы предназначены для таких вещей, которые вот имеют циклограмму несезонного типа. Это экстраординарные расходы, ну например, на здоровье, экстраординарные расходы на спасение от экстренных каких-то случаев, ну что-то такое, о чем ты вообще предполагать не мог и позаботиться заранее не мог. А все, о чем ты мог предполагать, это должно быть включено в структуру твоих обычных доходов и расходов. Давайте чуть-чуть про инвестиции, всех сейчас это интересует. Человек, который хоть немножечко заработал больше, чем там ему нужно на жизнь, он хочет куда-то это вложить и получать пассивный доход, но очень часто выходит наоборот, деньги люди теряют. Почему так происходит? Может быть инвестиции это вообще не для всех, а для узкого круга? Прямо в этом вопросе есть ответ. Действительно, словом одно пассивный доход звучит-то как типа ты такой вот пассивный, а доход вот типа вот идет. Но на самом деле в этом слове или в этой фразе зашиты очень такие иллюзорные представления. Любой доход будет только в том, что ты понимаешь, какой доход будет, насколько он будет или это вероятностное событие. Ну и насколько по времени значит он будет, потому что все, что есть сейчас даже, но не факт, что будет завтра. Поэтому, когда люди, которые не занимаются таким регулярным рассмотрением вот этой вот реальности с точки зрения этих параметров, а как только у них появились какие-то деньги и делают спонтанно, опять же, как правило, какое-то действие, они естественным образом попадают прежде всего в ловушки, обильно расставленные кем-то. Ведь с другой стороны, надо понимать, существует очень много бизнесов, которые знают, что люди не особо разбирающиеся в тратах и так далее куда-то могут принести и сдать деньги. Поэтому они расставляют активно вот эти вот словечки в интернете, в газетах, объявлениях, инвестиции, большой доход обещаем или пассивные инвестиции, большой доход обещаем. И вот это, получается, такие наживки для людей, которые не особо подготовлены в том, чтобы отличать наживку жулика от таких добропорядочных организаций. Я могу научить, как это отличать? Это достаточно просто. Если вам обещают доход больше семь процентов годовых, подчеркиваю, годовых, а не месячных, семь процентов годовых — это означает меньше одного процента в месяц. Если вам обещают больше этой цифры, вероятность, что это жулики или проходимцы, или очень большая. Ну, так как у тебя все равно нет возможности понять, жулики не жулики, беги оттуда. Люди пожилого такого возраста, за 40, они помнят, МММ был. Ты помнишь МММ? Родители рассказывали. Русский дом Сиеллинг, МММ, ой, сколько их не было. Потом была другая плеяда таких жуликов, сейчас своя плеяда. К каждому времени своя плеяда жуликов. И самое главное, что глупость человеческая никуда не девается. Я не знаю, я не знаю, почему люди хотят убедиться на собственном опыте, что на крючке это больно и это противно и так далее, и почему до сих пор они идут на все эти приманки, на эти обещания и так далее. Мне директ постоянно завален какими-то вопросами. Вот новая компания Финика вышла, обещает большие проценты за инвестиции. Как вы думаете, не жулики ли они? Я обычно шлю такой смайлик в виде какашка, ну что отмечать? Я шлю смайлик и думаю, интересно, что подумает человек, он говорит, а, все понял. Я говорю, нормально, то есть человек даже знал это. Но вера в чудеса и желание, чтобы произошло чудо, ну вот правда, это какая-то вот у нас в каждом сердце, в душе где-то вот надежда, что чудо существует. И я всем, ребят, рекомендую, посмотрев это видео, не только самому закрыть утечки, закрыть утечки и вот этот путь к бедности, и более того, своим друзьям, близким, знакомым, но тем, кому вы добра лично желаете отправить это видео. Я понимаю, что вы ждете чудо, но здесь чудо нет, вас просто отберут ваши деньги.